Уважаемый Виктор, какого вы мнения о Пригожине, почему его людей наказали снарядным голодом? В его бойцах чувствуется стержень, за что их так? Кле-кле задал вопрос. Как можно относиться к человеку, который организовал такую большую систему? Конечно, положительно, он работает, он делает вещи. А то, что происходит, статус надо понимать, это частная военная компания, это не центр принятия решений, это вовлеченная в действие группа лиц, у которой есть свое собственное управление, но они приложение к системе. И решения они не принимают, они могут косвенно влиять на принятие решений, но они не обязаны и могут не понимать всю схему. Ну, давайте. Папа решил обнять маму. В доме находится пятилетний ребенок. Папа обязан пятилетнему ребенку объяснять, что вообще происходит. Пятилетний ребенок должен понимать, для чего ему именно сейчас надо кататься на велосипеде, или именно сейчас ему надо смотреть мультики. Он не обязан этого понимать. Та же самая ситуация с ЧВК Вагнер. Вот обязан ЧВК Вагнер понимать планы Генштаба, что происходит. ЧВК Вагнер имеет вполне понятную цель. Это выбить противника из данной территории, да. А интересы Генштаба могут не совпадать с интересами Вагнера. Как это может быть? Что происходит? Да они не совпадают уже много месяцев. Вот Генштаб и Вооруженные силы России делают не то, что делают Вагнер. Они делают разные вещи. Решают задачи. Генштаб решает задачу стратегически. Стратегическая задача распространяется на более широкие цели. Сколько вам одержимых фанатиков легче выбить из Киева? 184 одержимых фанатика или 18 батальонов одержимых фанатиками, заседших в Киеве? И вообще, какой смысл уничтожать фанатов в Киеве, когда можно сказать, ребята, вот приедите к нам сюда, приезжайте все в Артемовск. Вот вам территория, на которую вы заходите, начинаете вести активные боевые действия, а мы здесь уже все привыкли, подготовили для вас территорию, а мы вас здесь, на этой территории, всех добиваем. Это вот действия Генштаба. Мы не говорим, что идет именно такой секс. Мы говорим просто, милая, приезжай и так далее. А Вагнер, он думает, что им надо площадку эту освободить, что им надо срочно дойти до Киева. Но если вот так вот действовать, как Вагнер, то Киев будет равниной, Артемовск уже равнина, да, Харьков будет равниной. Все города русские, все города украинские превратятся в равнину. А Генштаб избрал другую стратегию. Он сказал, все придите сюда, мы вас побьем здесь, уничтожим. Вы когда к нам в плен попадаете, мы вас обмениваем, вы опять приходите сюда к нам, мы здесь вас убиваем опять. Все. Мы уничтожаем реактивную часть зомбированного украинского населения. Это говорит Генштаб. Вагнер говорит по-другому. Это разные взгляды на войне. Поэтому просто Пригождену все не объясняют. Он в силу своей открытости верует в свою версию, так чувственность он за наших, в бой. Как есть вот анекдот про тяму. Охотник молодой просит старого. Возьми меня на медведя поохотиться. А у тебя ружье есть? Есть. Лыжи есть? Есть. Тяма есть? Тут думают, то лыжи, ружье есть, наверное, тяма тоже есть. Есть. Ну, расковыряли берлогу медведя. Медведь выскочил. Старый охотник на лыжи убегать от этого медведя. Молодой видит такое дело, тоже убегать. Бегут они на лыжи. За ними медведь. Молодой охотник думает, ну блин, ну ружье же у меня есть. Могу же этого медведя привалить в конце концов. Он поворачивается, стреляет в медведя, убивает. Старый охотник подъезжает. Эх ты, я говорил, тяма есть. Вот тащить теперь этого медведя до самой деревни. Мы, говорит, его там могли убить. Вот примерно вот такая вот история. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякое возможность. Рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал. Разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек. Телеканал «Научный трибунал». 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 Телеканал «Научный трибунал».